16 том книги открытым оком вопрос номер 3084 тема община какие главные причины что отец александр желтухин уезжает из потеряевки отвечает игнатий тихонович лапкин живущим в потеряевке намного виднее в этом вопросе и потому сошлюсь на их мнение отец александр не хочет физически работать поповская всемирная вселенская болезнь у нас платится десятина он очевидно думал что на это только и будет жить как священник но дело в том что отец иаким просто так не расстается с десятиной его он на нее ремонтируют школу храм и в городе помогает по храму не желая работать отец александр получив помощь не стал разводить хозяйство но никому ни слова не сказав порезал стельных телушек уже полученных овец не стриг и вернул сено не готовил в досталь картошка не выкопанная уходит под снег это страшно всех шокировало о таком отношении к делу даже и не слыхали до того тракторенок купленный разобрал так делали так детали и валяются по двору видимо он решил сделать трехходовую партию видя что мы за русский язык на богослужение он пошел дальше чтобы все богослужение вести только на русском а это чревато смертельной опасностью для общины найдете в ответах указанных здесь это 915 мы ввели отца александра в общину выказали доверие к нему и он этим решил авантюрно воспользоваться когда в деревне не было ни меня ни батюшки но сделать он этого никак не мог пока все едины он стал вести бешеную агитацию за реформирование богослужения алтарь на середину возгласы по-русски крестить может каждый тут его занесло на глубину дурнины стал плакать на взрыд что его бог посетил и он уверовал вдруг а до этого был неверующий и хорошо бы если бы в потеряевке вести одно богослужение на русском а другое тут же след за первой литургией и на церковнославянском а дальше исповедоваться был того батюшки и у другого священника а в зависимости от того на чем богослужение был а значит и десяти на тому кто трудится исповедует и это возможно было бы если бы он был тружеником но тут настолько явно выперло желание иметь ничего не отдавая что даже у слушавших его как игорь глушков глаза открылись отец александр сразу сразу же метнулся ко мне в барнаул чтобы найти защиту я же бит побеседовал разложил ему по полочкам всю его авантюру и он согласился что его занесло и что это все происки дьявола он и ездил в свое сарафаново на урал может единственное чтобы забрать у братьев десятину и закреплять и закрепляет свое право на нее тем что ведет там наездами богослужения братья были здесь на исповеди и хотели даже отдавать бы здесь десятину но батюшка наш не согласился брать ее у них домочадца отца александра не раз говорили что им там дома садили в огороде и убирали а у нас тут не так но каждый сам должен горбится отец александр отца александра все спрашивают с чего ради и по какой причине он снова срывается и уезжает он отвечал не менее как пяти человеком и всем по-разному лжет беспросветно а причина вероятно только одна но сказать истинную причину стыдно потому и без зазрения совести говорит любую которую тут же и опровергает сам чего бы проще сказать работайте на меня кормите меня и мою и мою семью мы ту первую беседу с ним в присутствии братьев продолжу продолжавшуюся около двух часов записали всю на магнитофон а потом еще одну вторую и эту вторую последнюю беседу в сокращенном виде я и хочу вам представить на рассмотрение она состоялась 29 октября 2005 года на улице ползунова 6а в барнауле попытка еще сократить ее не получилось о наших отношениях было сказано в книгах открытым оком тема 9 вопрос 2213 том 9 вопрос защиты 213 10 том 2341 12 том 2745 15 том 2955 вопрос игнатий лапкин ассоции игнатий лапкин отец александра вы согласны побеседовать до игнатий лапкин дело в том что это беседа сама просилась скажите цель вашей поездки сюда к нам из потеряевки в барнаул Вот вы приехали 29 октября 2005 года в субботу. Некоторые не работают. Сегодня у нас будет богослужение. Цель вашего приезда? Отец Александр. Моя? Повидаться с братьями и ехать дальше на Урал. Игнатий Лапкин. С братьями вы уже повидались. Вот они перед вами сидят. Смысл вашей поездки на Урал? Отец Александр. Богослужение там провести и встреча с родителями, с родственниками. Игнатий Лапкин. Вы последний раз с этими родственниками когда встречались? Когда? Весной, на Пасху. Да и они хотели. Игнатий Лапкин. Хотели. Много чего мы хотели. Но не все получается. Я хотел бы, может быть, чтобы у меня БМВ была машина. Но у меня только ржавый велосипед. Там ведь не только они, Игнатий Тихонович. Там еще люди есть. С тех пор, как вы, Отец Александр, приехали сюда, сколько раз за это время на Урал съездили? Два-то раза ездил. Сколько стоит поездка туда и сюда? Две тысячи. Две тысячи. Два раза съездили четыре. Еще раз поедете шесть тысяч. На шесть тысяч кое-что можно купить. У вас семь ребятишек. Никто еще не работает. Жена не работает. Бабушка не работает. Бабушка получает пенсию. Жена работает. Бабушке сколько лет? Ей семьдесят семь. Да какой же бабка работник? Я имею в виду, что по хозяйству помогает. По хозяйству только. А прибытка-то она вам не дает. Пенсию-то она получает. Ну что пенсия? Она себе получает, а не для тебя она получает. Ты главный кормилец семьи должен быть. У меня нет такой семьи, но я даже на Пасху и Рождество потеряю в Куниежу. И одна из причин экономия денег. У меня денег нет. Я тоже пенсию получаю. Самую маленькую теперь. Тысяча триста рублей. А если бы больше получал, даже сто тысяч, и то бы не поехал. Сначала высчитал бы, а стоит ли того? Да зачем я поеду? Обойдутся ли без меня? Да я и здесь нужен на Пасху. На Рождество тут богослужения ведем. Когда батюшки здесь нет? Лично я считаю, что поездка нецелесообразна и неполезна, а в некотором смысле даже вредна, вредна для твоей души. В пути человек сосредоточиться по-настоящему не может. Он сорван со своего места. Дальше повышенная опасность на дорогах. Если взять процент погибших людей на дорогах и процент сидящих дома и погибших, то разница большая. Да что там говорить? Или ты мотаешься, когда тебе навстречу несутся машины, или я сижу здесь с двух сторон, у меня кровати, да во дворе дом еще. Чтобы я здесь погиб, нужно метеориту упасть или какому-нибудь Боингу. Да рассчитать-то трудно. Легче в небоскреб попасть, чем в мою хижину. Вот поэтому отцу Александру я бы не советовал ехать к вам на Урал. Но он меня никогда не спрашивает, ехать или не ехать. Никогда не советуются они по одному делу. Я спрашиваю, отец Александр, почему вы ни разу не посоветовались с отцом Иакимом ехать или не ехать? Я спрашиваю его. Как спрашиваете, вы спросили его ехать или не ехать, а он сказал бы не ехать. Но вы послушались бы? Нет, наверное. Какой же тогда совет? Это лукавство. Нет, я с ним не советуюсь, я его предупреждаю. Я говорю, что я еду. Так вот, я сейчас поехал, и к нему пришел и сказал, батюшка, я еду. А что это ему дает? Это не совет, а написано, без совета дело расстроится. Батюшка едет, он тоже ни с кем не советуется. Мы только узнали, когда он уже обратно едет. Оказывается, он уехал куда-то далеко. А мы помолиться даже не могли. И я говорю, ну ты, батюшка, чё, тайна что ли, какая или чё? Это поповская зараза. Тут у вас с ним почти одинаково. Но ни разу и со мной не советовался ехать или нет. Он ни разу и со мной не советовался ехать или нет. За 10 лет, думаю, не меньше раз 20. Он был только в Новосибирске. У него положение-то не лучше твоего с поездками. Куда он едет, для чего? Он только уведомляет. Ни разу, чтобы вот так сесть, посоветоваться, решить. Ехать, не ехать. Я прежде чем ехать, расчерчиваю листы, смотрю плюсы и минусы. Если поеду, выигрыш такой-то. Если не поеду, проигрыш такой-то. Успокоился, бумажку в печку и сижу дома. Вы православный священник? Ну, конечно. И отец Аким православный священник. И вы могли бы по каждому делу держать совет, а ведь этого нет. И это не случайно. Почему? Духовной близости нет. Я задам вам, братья, вопрос. Вы все здесь свои. Когда-нибудь с того момента, как отец Александр приехал сюда, я вам что-нибудь про него говорил, чтобы как бы подорвать его авторитет? Говорил ли, что у него тут неладно, какие-то у нас неурядицы, что-то не так, что мы ошиблись в нем, он оказался совсем не тот? Что-нибудь говорил ли, скажи, Андрей? Нет. А тебе, Володя? Нет. Вы отцу Александру доверяете в духовном плане. Когда он говорит, беседует с вами. Три брата с Урала отвечают. Да, Игнатий Лапкин. Отец Александр... Три брата с Урала отвечают. Да, Игнатий Лапкин. Отец Александр, вы согласны побеседовать? Да. Отец Александр, слышал, что про тебя я с ними ни разу не говорил. О чем мы говорили, тогда записывали на магнитофон твое положение, о том, что в Потеряевке случилось, когда мы очень сильно разошлись, и даже о том с ними я не разговаривал ни разу. Так, Володя? Так. Андрей, так? Да. А сам ты думал ли, что я с ними разговаривал на эту тему без вас? Нет. Да у меня вообще даже... Я и не боюсь этого разговора. Тебе все равно? Было открыто все, не то что тайна какая-то. А я из этого тайну делал, чтобы они не подумали, что между нами какое-то разномыслие. Потому что я просил прощения. Я к тому, чтобы наши отношения были чистые, то есть нигде ни одного слова. Спасибо, Игнатий Тихонович. Вы свидетели. Я вам ни по телефону не говорил и не писал. Нет, Андрей Смирнягин отвечает. Нет, Володя Пищиков. Игнатий Лапкин. Вы слышали, отец Александр? Чтобы потом меня в этом не упрекнули. Сейчас же я начинаю говорить уже обо всем открыто. Когда отец Александр приехал, то мы считали его приезд к нам как ответ на молитву. Мы просили Господа, чтобы у нас был священник, близкий к народу. Чтобы он был не против русского языка. И то, что это у нас уже введено. Но это все... Он это все примет. И он все это принял. Но в прошлом году у нас тут было событие. И вы кое-что уже знаете, как это было. Самое, можно сказать, настораживающее ныне поездки отца Александра. Я буду сейчас спрашивать и только коротко отвечать. Если желаете. Но Писание говорит, что требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ. Первопослание Петра 3.15. Это обязанность. Итак, почему вы вчера не были на занятиях в университете? Когда сюда приехали? С Кириллом Устиновым был занят. Мы часа полтора выстояли в ГАИ, ожидая начальника. И потом еще где-то, ну, часа два с половиной, наверное. Во сколько вы закончили там? Наверное, где-то уже около шести, пол шестого. Пол шестого вы были свободны? Да. Занятия же у вас в университете с шести. Вы без опоздания могли бы успеть. И я не знаю даже, где они проходят, Игнатий Тихонович. Почему не узнали? Вы говорили адрес, да я ориентируюсь очень плохо в городе. В каждой книге нашей есть адрес занятий, но вы ни разу на занятиях за полтора года так и не были. Нет, к сожалению. Сколько прошло времени, как мы с вами знакомы, как первый раз встретились, когда еще не переехали. Я не попадал в такие дни, чтобы сходить на занятия. У меня было желание. Я вопрос задаю. Сколько раз были в Барнауле со дня знакомства? С десяток раз были? Ну да. Вот представьте, эти братья трое приехали к нам с Урала точно в тот день, когда у нас здесь занятия. Почему? Да они заранее писали и спрашивали, приедем мы в четверг, чтобы в пятницу быть на занятиях. У них желание было, и они его удовлетворили. Было у вас такое же желание? Было. Но не удовлетворили? Нет. И даже вчера не удовлетворили. Если бы вы имели желание такой же встречи, как имеете желание быть в других местах, где вы встречаетесь, хотя они за сотни километров от нас, да неужели бы за столько лет вы ни разу у нас на занятиях не побывали бы при искреннем желании побывать? Это говорит, что вы их ни во что ставите. Они для вас что есть, что нет. Нет, это не так. Но дела показывают, что это именно так. Даже когда епископ Евтихий приехал, он пришел в университет, вы дела свои сделали, освободились, а занятия еще не начались. Вы же заранее не обеспокоились о том, что у вас адреса нет, и не расспросили нас, почему? В голове у вас составлен был другой маршрут, у вас не было этого в программе вашего путешествия, чтобы быть на занятиях, а иначе бы вы десятки раз расспросили. Ты понимаешь так? Ну, точно так. Точно так. Да если бы ты жаждал. Я жаждал, когда приехал в Америку, встретиться с тамошними баптистами. Православные же там никогда не были у баптистов. А я добился встречи, и меня повезли за 300 километров к баптистам, и встреча была. И повез не кто-то, а сам епископ Иларион. У меня желание было, и я это желание выполнил. У меня было желание с их молодежью встретиться. Я упросил собрать в Лос-Анджелесе, и молодежь была собрана. У меня желание было встретиться с отцом Александром Миллиантом. А те, у кого я остановился, Орловы, с ним во вражде близко не могут подойти. Дочь их меня к нему завезла, но руководители синодальной меня буквально истоптали за это ногами. А Миллиант меня провел везде, показал, где издают брошюрки, которые мы от них получали. У меня было желание в конце земного шара его найти. Вы же рядом были здесь, в нашем доме вчера. Мы на занятия вчера пешком пошли, а вы на машине не могли доехать. И вы даже не чувствуете. Отец Александр перебивает. Я попросил прощения, прошу прощения. Игнатий Лапкин. Ваша душа голодная. Я прощаю вас, но голодная это ваша душа. Вы не видели и не слышали ничего. Братья эти приехали с целью научиться. Братья с Урала предупредили о приезде. И нас спрашивают каждый день, какая программа сегодня. Мы показываем, что идем в город на проповедь, потом будет богослужение, собрание, а вам все это опыт. После этого занятия, а потом по городу идут с благовестием по квартирам. Сегодня у драмтеатра будут торговать книгами. Вы увидите, это наработка большая. А вы не спросили ни о чем и ни разу за все время. Мне 66 лет. 43 года я не в углу сижу. И мне ваше состояние очень даже понятно. Почему вы устраняетесь от занятий в Потеряевке? Вы активный человек, но здесь у вас на нуле стоит. И благо еще не враждуете против этого. Я молюсь все время о вас, отец Александр, ибо наши души еще в телах. Но вы ни разу не побывали и у драмтеатра. Вы в субботу в Барнауле не раз были. Занятия в этот день нет, но вы и в субботу не поинтересовались. По городу ходили с нами? Нет. По квартирам с приглашением на занятия не ходили? Наша деятельность тебе не нужна, а ведь приобретаем мы здесь. Во-первых, нарабатываем опыт. И мы показываем величие православной веры перед всеми сектантами. Сами подумайте. Вы рядом, приезжаете вместе с ними и отстаете от этой группы своей. Вы старший руководитель. Вы даете какой им пример? Ну, я стал не по своей вине, Игнатий Тихонович. По вашей. Вы почему не спросили, где идут занятия? Столько визиточек у меня, тысяча в кармане. У него две тысячи. Почему не расспросили, как в университет проехать? Думал, раньше освобожусь, а там какое-то искушение. То есть, вы освободились, нужно было пойти на занятия. И оказалось, что не вооружен, не знает маршрута. То есть, у вас цели не было. Столько рядом быть в каждой книге наш адрес. И даже не поинтересовались. Да вы бы адрес наизусть заучили. Люди мира сего звонят, один раз скажешь, и уже придут. Я даже и не знал, что вы не знаете. Как это можно было не знать? За все эти годы вы даже не поинтересовались, где мы собираемся. Сказал бы, я не могу, ребята, с вами пойти. Дайте мне визиточку. Когда я смогу, приеду, чтобы сюда не заезжать, а сразу туда. А ведь этого не было. Пренебрежение. И никак по-другому нельзя рассматривать. А зачем тогда рассказываете все? Я вам показываю, что в данном случае он для вас, ребятам с Урала, не руководитель. Говорю от великой скорби, печали. Думаю, что вам нужно пересмотреть программу своей жизни, отец Александр. Вы приехали сюда, вы приняты, а душой не соединились. Скажите, за это время самые близкие отношения в Потеряевке с кем у вас? У меня с Игорем Глушковым. У меня со всеми очень хорошие отношения. Я не этот вопрос задал. Близкие, духовные. Вы человек не убитый. Вы человек не буйный. У меня с Мишей хорошие отношения. И с Игорем Барбашом хорошие отношения. Миша мирской человек. Совершенно мирской человек. С Любой у меня очень хорошие отношения. С Андреем. С кем из них ты беседовал? Приглашал к тебе? Беседовал на духовные темы? Я сейчас никого вообще никуда не приглашаю. Я сижу дома и все. Мы с вами как договорились, я стараюсь. Но и до этого не было. Чтобы понятно было, о чем я говорю, поясню, что друг – это второй я. Вот у меня брат Игорь Дыбунов. Мы как одна душа. Игорь, так? Дыбунов. Да. Нас ничто не разделяет. Мы с полслова понимаем друг друга. Что нужно, я ему звоню через стенку. Мне нужен совет, брат. Приходи сюда. Мы сразу помолились и начинаем беседовать. Он рядом не потому, что через стенку, а мы душою слились с ним. Хотя не все ладно было в начале, когда он приехал. Он подобрал все дела мои и в тюрьму ходил только он. Жизнь наша в Потеряевке и ваша городская – разные вещи. Так нечестно сравнивать. Здесь ничего нет. У вас есть и ходить куда. А у нас куда? Идешь, брату кивнешь только. Игнатий Лапкин. Ваше отношение к литургии положительное. Какое место в вашей жизни занимает литургия? Литургия – это, наверное, с проповедью, я считаю. Литургия – это наравне с проповедью, я считаю. Когда батюшки не было в прошлый раз, когда между нами еще ничего не было, вы сколько раз литургию совершали? Не знаю, не считал. Так вот, если было 10 или 15 богослужений, больше, больше, наверное. А литургию совершили только, кажется, один или два раза. Вам кто вчера звонил? Отец Александр Лузин из Красноярска звонил. Я еще ребятам сказал. Ваши отношения с ним какие? Хорошие. Близкие отношения. Но они у вас более откровенные и близкие, чем со мной. Я с ним знаком 10 лет. Чего он от вас хотел? Он приглашал меня приехать к себе в Красноярск. Да Красноярска сколько? Ну, я не поеду туда, конечно. А зачем он приглашал? Он предлагает мне учиться там. Учиться не там, а есть. А есть там какой-то университет богословский. Но он организовал, как православный священник. С его слов я говорю, бывший даже, по-моему, из баптистов где-то. Он там в Европе живет. И он сам организовал интернет. Такое какое-то учебное заведение приглашает. То есть, там не надо никаких этих, просто учиться информацию какую-то высылает. И, по-моему, как я понял, приезжает он в Красноярск. И отец Александр говорит, неплохо было бы, если бы я увиделся с ним. Это что, семинария или только по интернету? Нет, именно надо зарегистрироваться. Не просто сам что-то. Все оформлено у него, как я понял. Так почему тогда не в семинарию здесь? Я в семинарии учился. Я слышал по телефону несколько слов его вчера. Это голос ведущего, у которого здесь вассал, подчиненный, который абсолютно точно выполнит все, что он ему скажет. Это все в интонации голоса. Вы сейчас слышите, что он говорил? Я встречался с Лузиным один раз. Ему все противно. Он нам враг. И он этого не скрывает. Он, как змей Горыныч, готов все проглотить, что наше есть. А у вас с ним близкие отношения? Птицы же слетаются к подобным себе. Вы к нему рветесь. Сколько раз с ним встречались, как к нам приехали? Два раза точно. Два раза. Оставляет здесь богослужение отец Александр. Наши встречи, воскресные собеседования, проповеди. И семья у него, добрый десяток человек. А он все бросает и в Новосибирск несется. Тратит деньги. На что? На встречу с человеком, который враждебен нам. Он враждебен нам. Ему ни наши книги не нужны, ни занятия. Он как-то сюда приехал, так вот сел, как у вас примерно старчиков сидит, голову на парту положил, руками закрылся. И он головы не поднял. Ему все наше противно. Это совершенно чужой человек. И у вас с ним такие близкие отношения, что вы бросаете все, бросаете общину и едете туда. Меня страшно это волнует. Как это так? Вы не с нами. Вы с ним. А как понимать по-другому? Вот я сейчас все брошу, а ко мне люди придут. Меня же не будет здесь. А пойду к баптистам, никого не предупредив. Вы ни разу, ни единожды со мной не посоветовались. Почему? Мне неудобно говорить, что иди со мной, советуйся. Но само по себе это говорит о чем-то, что ты не со мной. Вот книги, открытым оком, 12 томов. Сколько книг от корки до корки прочитал? Семь, восьмой начал. А что взял из них для себя? Их все время надо читать, они в сердце откладываются. С чем не согласен? Совсем согласен, противления нет. У меня несколько вопросов и побеседовать в присутствии братьев. Вот вы думали, что отец Александр Лузин вам ближе, чем мы. Нет, не думал. Так тебе как кажется, брат? Игорь Дыбунов. Да, конечно, ближе даже разговора нет. Игнатий Лапкин. Всех оставить общину оставляет, при том не один раз, а воскресенье богослужения и поехал туда. Это считай 700 километров туда-сюда мотаться. Отец Александр. Уехал я уже к вечеру, переночевал там и приехал на другой день. Зачем? Ни занятия, ни община, ни семья вам не нужны. Вы там привязаны, как заколдованные. И когда он вчера с тобой говорил таким тоном, как будто над тобой колдун какой-то стоит и спрашивает. Отец Александр. Он осторожный так. Вы ведь знаете ваши отношения. Он лично к вам как-то не расположен. Да не ко мне лично. Он к делу Божию совершенно чужой человек. Призовите его сюда однажды. Добейтесь, чтобы он приехал. Я его приглашал. Батюшка его приглашал. Он приехал? Нет. Он понимает, что здесь он будет разоблачен. Он совершенно чужой человек. И у вас внутренний ваш дух не подсказывает этого. Вы близкие с ним. Я не могу так просто не думать об этом, потому что вы священник, у которого впереди много еще чего будет. Представьте, что у нас нет сегодня батюшки, отца и Акима. Вы такой план ставили в голове, что если отца и Акима не будет, как дальше у нас вообще не пойдет? Как Бог даст? Ваша роль, статус ваш меняется? Если я доживу, и Бог благословит меня. Вот я и думаю. Меня не будет здесь. Я оставил завещание на дом. В университете меня не будет. Я уже заранее все везде распределил. В лагере, кто будет начальником, кому я передаю документы, делаю копии. Но мы-то думали, что вы там священник один, а нам священник нужен. Отец и Аким погибает, умирает или сбили самолет, если полетит в Америку. Ваш статус какой будет? Как епископ благословит? Служить буду. Епископ благословит вас быть священником. Но близки ли вы народу? Но я еще остаюсь живой. Какова моя реакция будет на то, что вы близки Лузину, а не близки нам? Как я на это смотреть буду? Как вы думаете? Отрицательно. С вашим мнением. И отсюда вы можете сделать вывод, что священником у нас вы не будете. Прямо и сразу скажу вам о том. Ну нет, значит просто мирянином жить буду. Ну и что? Мне куда деваться? Но вы ситуацию-то можете переломить прямо сейчас. Значит выход такой. Чтобы вам глаза открыл Господь на Лузина. Вы пригласите его. Довейтесь, чтобы не вы у него на побегушках были, а он у вас. Вы столько с нами. И выходит, что вы не возвысились ни на шаг. Он все еще продолжает командовать вами и регулировать вашу жизнь. Пригласи его сюда. Пусть он походит на занятия, посмотрит. Ребята с Урала, ваши друзья приехали, а вам как будто совершенно в этом нужды даже нет. Да как же так? Я не могу об этом не думать, потому что мы живые люди. Мы об этом беседуем. Выходит, что мы ошиблись у вас. Отца Александра просто нет с нами. Он не с нами. С молодежью ведете в Потеряевке работу. А ведь вас избрала деревня, благословили, желание было. Почему не ведете? Не знаю даже. Вот у меня просто не задумывается об этом. Да задумываться нечего. Это вам, как говорят, дофени. Все вам это не нужно. А у вас-то в семье обстановка в духовном плане... Отца Александра перебивает. Идут занятия, идут занятия. Простите. Идут занятия, а мы ходим на занятия. Нам хватает того, что взрослые занятия. То есть мы там с 12 и до 2. То есть в такое время некогда, вроде как, вроде так. Игнатий Лапкин. Тогда вы говорили, что будете заниматься старшими детьми. Отец Александр. Дьякон тоже. Он это самое. Его пригласили, дьякона и меня. Но ни он, ни я, к сожалению, пока не сдвинулись с этой точки. Игнатий Лапкин. Состояние дьякона нормальное, духовно. Ревнитель. Что головой крутишь? Нет. А вы говорите, дьякон и я. Вы сами ставите себя с ним уже на равных. Два пальца указательных стукни друг от друга. Как глухонемые показывают этот жест равнозначно. Когда сказал, кто будет вести со старшими детьми занятия, вас официально на собрание избрали. Ведь вы тогда какие слова не говорили, что достаточно будет занятий для взрослых. Тогда-то вы промолчали и все поняли, что да, вы дали согласие. А ведь вот как было дело-то. Понимаете, что я уже не могу в данном вопросе не коснуться этого. Если ты в одном обманул меня, как я могу в другом вам поверить теперь? И я сразу сказал, как хорошо, что отец Александр будет вести со старшими детьми занятия. Оказывается, это пустая ходка была, пузырь. Лопнул, ничего нет. Почему ты не ревнуешь благовествовать, как брат Игорь Дабунов? Почему поревновал только Жене дьякону, который ничего не делает? Потому что гнешь туда, где очень легко. Тут ничего не делает, тот ничего не делает, а ты... А я ему помогаю. Так скажите, сколько времени ежедневно у вас в семье посвящено Библии? Ежедневно в круговую на месяц взять? Ну, полчаса где-то. Даже нет, ну, минут 20 тогда. Полчаса это много. Так третью часть уже скинул. А если побольше рассмотреть, то в круговую-то по 20 минут не найдется. Вам есть над чем работать. Бабушка вам родная, а она никакая. Я работаю с ней. Уже 79 лет ей. Когда работать-то? В храм вообще не ходит. Боится в храм прийти. Почему? Причина одна. Как вы говорите, что она боится? Кого боится? Батюшку? Меня? Меня нет там. Да просто менять обстановку. Представляете, человек жил в одной обстановке всю жизнь и в том и в таком возрасте. Приехал в новую деревню абсолютно. Я просто ее знаю, Игнать Тихонович. Она такая. Ты что считаешь? Ты нормально говоришь? Не нормально. Но она уже, я ей говорю, баба, Господь тебя. Ну, чтобы с верой ты относись со смирением, с терпением, с любовью. Она приняла все, чтобы ходить на каждое воскресное богослужение. Она больная, больной человек. Дело не в болезни, отец Александр. Дело в том, что она чужая. Она совершенно никакая. Ей это не надо. Она по двору ходит. А то, что она пришла в храм, так это второй раз было, когда крестили ребенка вашего. И все. Сейчас она ходит не каждое воскресенье. Это я уже начинал трясти. Это я вас трясу. Все и пошло. Это хорошо. Это действует. Спаси Христос. Да потому, что у нее бессмертная душа. Оболочка состарилась. А душа-то она не такая у ней. Тебе надо работать с ними. Женя зимой очень много пропускал. С Женей надо работать. И Женя, если бы при хорошем досмотре, он был бы другим. Вы Катю с собой взяли только до Барнаула? Нет. Я на Урал хотел с собой взять. Катю-то надо с собой заниматься. То время, когда едете, вы уже мимо Библии прошли. Опасности большие в пути. На Урал вам ехать совершенно незачем. У них всего там в достатке. Вы это время, эти деньги, две тысячи и стратите зряшно. Две тысячи. Для меня это ужас. Это уже шесть тысяч зря тратить. Ужас какой-то. И стратить деньги, а у него ничего нет. Прибытка никакого нет. Ну, почему нет? Есть, Игнатий Тихонович. Ну, какой у тебя прибыток-то? Ну, как сказать? Я не бедствую. Семья-то у тебя семь детей. Двое молюся-то. Мы не бедствуем, Игнатий Тихонович. Мы не бедствуем. Так что у тебя лишние деньги, что ли? Ты не бедствуешь. Но ты подумай. Ты бы милостыню подал шесть тысяч. Что у тебя в углу было? Да ты на шесть тысяч сколько Библии купил бы, раздал. У тебя вся жизнь идет на автодор. На бензиновые колонки. Ты понимаешь или нет, что от тебя нигде пользы нет? Ты сейчас десятину-то не платишь. С десятины еще должен давать, хотя и священник. А у тебя сейчас ничего нет пока на дело Божие. Ты нигде не жертвуешь. Нам нужно много новых заветов. Покупаем для тюрьмы. Ты ни разу не принес. Вот я для тюрьмы желаю положить две тысячи. В памяти бы это осталось. Вам же и нужды нет. Почему? У отца Александра деньги завелись. Все они в бензоколонки удунут. Тебе лишь бы ветер в ушах свистел. Вот я с вами говорю сейчас и знаю, что время зря не потрачено. Чуть вчера с вами я посидел и уже вас выпроваживаю. Ребята, беседа закончена. Идите по своим делам. У меня лишнего времени нет. Ты же не занятый. Ты ничем не связан. У тебя нет духовной работы. Ты не углубляешься в священное писание. Из духовной литературы-то ты златоуста всего не прослушал, не прочитал. Я не говорю про добротолюбие. Тебе его никогда не осилить. Потому что мотаешься и мотаешься. Для этого у тебя должен быть уголок тихий, где встречаться с Господом, заниматься с Сережей. Не сын, а приемыш. По отдельности со всеми детьми. А потом вместе. У тебя своя домашняя церковь. У тебя же как будто души нет. Ты как мальчишка какой-то. Мальчишка 14 лет. Ты в том возрасте засох. Духовно-то не развиваешься. Рванул на машину. Машина у меня есть. Как у нас был Данила, лишь бы гонять. Как Анфир. Да разве это годится? У тебя дома виноградник, за который отвечать будешь. Он зарастает у тебя. Да ты бы десятки раз вымерял все. Нет, я никуда не поеду. Ребята, сегодня я с вами провожу занятия. А тебя нет дома. Семья одна. Мотанулся к своему лузину. Ты сейчас должен очень хорошо подумать, что будет дальше. Мы не вечные. Как жить дальше в таком положении, когда ты совершенно как чужой человек? Ты не интересуешься ни делами церковными, ни деревенскими, что они есть для тебя, что нет. Занятия идут, а ты бы сказал, можно я сегодня подготовлюсь к занятиям? А ведь ни разу этого не было. Отец Александр. Я сижу, молчу. Мне что сейчас? Зачем говорить? Натил Апкин. Это очень легкая позиция. У тебя развитие Анфира десятилетнего. Отец Александр, давайте посмотрим, покажите, что вы сейчас не лукавите. Вы делаете вид, что меня слушаетесь, такой уж вы сверхпослушный. Так вот, я вам говорю. С Лузиным больше никогда не встречайся. Принял? Я прошу тебя, умоляю, заклинаю Христом Богом. С Лузиным не встречайся. Я говорю пред иконами, в присутствии братьев. Ты меня принял? Послушался? Я принимаю, но... Но не послушался. Как принимаешь? Я сказал, один не езди к нему, а принимай к нам. Хорошо, хорошо. Я тебя именем Христовым прошу, отстань от него. Он для тебя великий жернов, тянущий в ад. В ад, вместе с семьей. Для меня это не зубная боль, а душевная великая скорбь. Твое близкое знакомство с ним. Он никакой... Он тебе затмил белый свет весь. Ты еще из той выпивки не вылез с ним. Отойди от этого опьянения. Ни одного путешествия, я прошу тебя, не делай без совета с батюшкой. Не просто я ставлю, уведомляю где-то. Так не делается. Мнение батюшки очень велико. Ты не обидься, не подумай, что я родного брата восхваляю. Но я скажу, отец таким прозрительный. Ему удается это понять. И он очень беспокоен вами, обеспокоен. Он не говорит ничего вам, потому что он кроткий. Кроткий и очень внимательный. Ведь у нас-то желание такое было, чтобы вы заменили во всем отца Иакима. Ты бы каждый день присматривался к его деятельности, записывал. А почему он так сделал? А тебе ни до чего дела нет. Сел и укатил. Спрашиваю отца Иакима. А отец Александр просил у тебя совета? Да нет, просто сказал, что поедет. Так это же не совет. Представь, что дочь сказала бы, папа, я пошла на дискотеку. Да разве мусульманка так спрашивается? Сказал отец. Сядь, прижми задницу, и все бы кончилось. А ведь этого нет. Я тебе говорю, сядь, прижми свою машину дома, заблокируй ее, вытащите аккумулятор, как у Жени Горбунова, когда он пьянствовать начал. Не мотайся, не трать деньги. Накопи эти деньги, пожертвуй их на издание книг, пожертвуй на покупку Евангелия. Мы работаем в тюрьме, ни копейки нет. А я не бедно живу. И я не бедно жил, но 90% заработка я жертвовал на дело Божие. 90% работал, печи клал. Если две печи в день делал, значит в день зарабатывал больше, чем на месячной работе. На близкое общение ты не пошел, так и не пожелал быть со мною. Мы прошли по грани, вели все, что хотели, и главное, сохранили епископа. То, что ты делаешь через это, ты в один день теряешь все. Епископ будет против тебя, зарубил. Епископ будет против тебя, зарубил, а ты в ответ, ну и пусть. Ты попрострига. Полезешь на рожон, он с тебя снимет сам. Сам понимаешь, если бы зимой продолжить ту твою эпопею, и допустим, мы сказали, отец и Аким не будем мешать, пусть, что хочет отец Александр, пусть сделает. А люди-то тебе доверились, потому что мы вели вас в свой круг. У меня так и остается вопрос нерешенный. Почему вы в прошлый раз, когда поехали с отцом и Акимом, не посоветовались, ехать вам или не ехать, и разложить по частям? Я буду встречаться с отцом Лузиным. Почему вы этого не сказали? А если бы отец и Аким сказал не поехать, то вы бы в ответ, все равно я поеду. И при том, вот это у вас бессоветие делать по-своему. Возьмем вчерашний случай. Вы меня вчера даже не понимаете, насколько опять оттолкнули от самого себя. Только отношения налаживаются, а вы сразу раз и по-своему. То есть вы твердо держите свою позицию, не советоваться. Вы совершенно не духовный человек. Вы ничего не видите, что делает с вами враг. Да понимаешь ты или нет, я за тебя боюсь, за твою душу. В прошлый раз у меня ты находился здесь, я тебя принял, ты пришел. Ты дорогой гость мой. Садимся за стол, так? Ты меня спросил, а можно я к Игорю схожу? Ну, представьте, ко мне гость приехал. Ну, конечно, можно. Игорь хороший мой брат. Пошел. Дальше что? Дальше я уже компьютер не включаю. Сижу, жду тебя. Сейчас, дорогой мой отец Александр придет. Проходят 20-30 минут. Стучу в стенку. Игорь, долго еще отец Александр будет? Как? Он сразу вышел. Как вышел? Пересегнул через меня. Живем мы через стенку. Через мое крыльцо на улицу. И уже уехал. Отец Александр. Это просто невежество. Ты от Лузина не ушел бы так. Ты едешь за 300 километров, бросаешь семью, бросаешь общину, деревню. А здесь ты рядом через меня перемахнул. Так какое твое отношение ко мне? А у меня столько еще было к тебе вопросов. Подарок лежал здесь. Тебе надо было бежать, чтобы я к тебе в душу не лез, не копал. Явно, что я тебе чужой человек. Да как ты мог так поступить? Ко мне приехал, через крыльцо перескочил и уехал. Вы говорите, да, я не хотел вас беспокоить. Как беспокоить? Ты уже обеспокоил меня. Я открыл дверь и тебя принял. Вот теперь-то ты ввел меня в беспокойство, как чужой человек приехал. Я ему совершенно не нужен. У меня такой стол накрытый, богатство. А он никаких прыгнул через меня и пошел. Как же так? Что случая этот даже не помнишь? Отец Александр. Почему? Я сейчас вспоминаю, вы работаете, у вас много работы. Думаю, что я буду тут это? Игнатий Лапкин. Да неужели я такой, что вы бы издалека приехали, а я работал и не уделил бы вам внимания? Да когда было подобное? Игорь Барабаш, когда приезжает, то вся работа заблокирована. Стана тебе подсказал, что я такой жестокий, что я только работаю, такой невежественный или такой зацикленный, что дорогого гостя священника не приму. Я тебе как священнику оказываю честь. Я прошу вас теперь, я вас умоляю на Урал не ездить. Как вы относитесь к лжи? Всякая ложь от дьявола. Вы в семье также учите? Чтобы нигде никакой лжи не было. Вы как считаете, нужно вам что-то делать, чтобы мы стали ближе? Мне? Мне делать? Ну конечно, вам, не мне. Я со своей стороны сделал все, чтобы вы были к нам ближе. Вы стали нам настолько близки, что даже в Потеряевку переехали. Я какую-то роль, наверное, сыграл здесь? Да. Ну а дальше-то? Ведь я-то не таким хотел вас видеть, чтобы только вы мотались где-то по дорогам, но чтобы во все дела входили. Прибирали все дела к рукам. Ну я по мере возможности пошел в дела и вошел в дела. Игорю помогаю по работе. Я о духовном говорю, о духовном. Вы обязаны работать. Близости нашей что-то мешает. Чтобы ты был ближе к батюшке, чтобы приходил вечерами и сидел отдельно с ним. Отдельно даже с одним. Батюшка, я хочу быть ближе. Давай открой все, открой сердце свое. С батюшкой разговор вести открытый, как на исповеди. Как попутчики в вагон садятся и начинают друг друга рассказывать. И так все это раскрой, приблизься. А ты за это время, как приехал, отдалился безмерно, отдалился от нас. Так что приходится говорить, мы очень ошиблись с отцом Александром. Перемени, переломи эту ситуацию. Ты молишься о том, чтобы твои отношения были ближе со мной, с батюшкой. Со всей общиной. Таких слов я не произношу, но я молюсь о всех. Не молишься. Я каждый день благодарю Бога, что сохранил разум мой. Каждый день прошу Бога помочь мне мои таланты обнаружить и развить. С вечера уже воскресенье я начинаю готовиться к следующей субботней проповеди. Готовлюсь всю неделю. При моем громадном опыте и при том, что я ничем не связан. Я и все время чувствую недостаток материала. Из хомута не вылажу. А у меня добрые помощники. Два программиста на меня работают. Сколько людей. У вас ничего этого нет. Вы мысленно готовитесь к проповеди на каждое богослужение. Пусть даже и не говорите, но делайте накопление. Пишите, составляйте конспекты. Старайтесь понимать людей, что им нужно. Что случилось с Николаем Келячковым. Что с Женей Горбуновым. Или какую роль ты в этом сыграл. И мог ли сыграть положительно. Почему к тебе оказались самыми близкими в это время Глушковы. Сделай анализ. Посмотри на все разумно и открыто. Вас можно сегодня назвать с великой натяжкой православным. И я тебе больше еще скажу. Внешне кажется, куда там батюшка православный. Для тебя будто литургия вообще никакой роли не играет. Ты заметь, что мы прошли точно по лезвию. Нигде не наступили ни на один канон. Нигде. И в отношении к епископам. С епископом. Я заранее проигрываю всегда ситуацию. А что если будет так? Когда готовился материал любите врагов ваших. И о слове. То меня готовились отлучить. Что я буду делать? Где я буду стоять? Я подготовил себе место. Ваше место быть только священником. А вам сейчас еще батюшка опасается доверить, проводить службу. Вы не смотрите на последствия слов своих. Вы не смотрите на последствия слов своих. Вы дома тренируетесь говорить перед ложками пустыми. Перед палениями поставь их, как делал Чарльз Пержин. Если дар этот не был дан человеку. Да как он тебе может быть дан? У тебя дар мотаться на машине. Другого дара я пока в вас не вижу. Дар гонять, воздух рассекать. Отец Александр, вы для нас очень близкий человек. Вы понимаете, что никого ближе в потерявке не будет, кроме вас. У вас нет ничего того, чтобы мешало быть вам именно в нашей общине с священником. Вам мешают лузины, ваше времяпровождение сверхпустяшное. Ваша трата денег, дурная трата денег на бензоколонку. Я вам не пример, еще не пример. Когда я в городе хожу. На занятия в университете проехать сколько здесь остановок. Я пешком хожу, чтобы сэкономить 7,5 рублей. Кроме того, у меня льготы. Я бы мог за 100 рублей сейчас взять билет. У меня льгота на репрессированного. И гонять день и ночь, крутиться по городу по этому билету. Но нигде не бываю. А вам даже нужды нет. У вас образование слабенькое. И вам ни одна семинария, куда вы якобы собирались сейчас, ни интернет, ничего не дадут. Я все время подчеркиваю. У меня специального образования никакого. Я просто строитель, печник. Ты сам это полюби, а не 20 минут проведи на молитве за Словом Божьим. Смешно сказать, что с такой семьей до 20-то минут. Для тебя не меньше двух часов надо ежедневно сидеть с Библией. Мы встаем в полпятого. Сегодня я в полчетвертого на ногах готовлюсь к беседе с вами. А вы спокойно почиваете. Ваш смертельный кульбит, что с Лузиным встречаетесь. Ни разу не встречаетесь без нашего присутствия. Когда едешь туда, я прошу брать меня всегда с собой. Ни разу не езди один. Я тебя умоляю, меня с собой бери. Я никуда не езжу, но тут я поеду. Я не поеду в Америку, но поеду к Лузинам, чтобы сразиться за вашу душу. Вы понимаете? Я сегодня только подумал, где выход и вдруг мысль ездить с вами. Обращаешься или нет? Обещаешься или нет? Обещаю. Обещайся крепко в присутствии братьев, в присутствии Евангелия и Святых Икон. Хорошо. Чтобы ни одной встречи без меня с Лузиным не было. Отойди от него, отскочи. И куда вы идете, вы опять же прилипалой будете там. А здесь вы хозяин. Вы к чужому пирогу хотите, а у него ничего нет. Он будет только так. За чей-то счет бесплатно дорогу вам оплатить. Он тебе только это будет толкать. Но он вчера, кстати, мне говорил, что он... Отец Александр. Но он вчера, кстати, мне говорил, что он оплатит все. Кеннадий Лапкин. Тебе не надо этого. Чужое, это означает, что ты кому-то должен. Ты должен отрабатывать, а не просто съел. Притом, они вам еще не дали ничего. Ты никак не отрабатываешь. Ты все время должник. Рано или поздно они нахлобучат тебя там. Получишь упрек, какой бы ты ни был хваткий. Бесплатно ничего нет. Это кто-то отработал, кто-то заработал. А тебе дали. В духовном плане в Потеряевке выше Ирины Устиновой пока никого у вас нет. Только она постоянно консультируется. Что с детьми? Почему такие характеристики? Совсем согласна. А что сделать нужно? Здесь у меня с мужем так. Она чуть что, уже бежит один человек только в деревне такой. Ты-то ведь ни разу не пришел. Почему так? Ни по детям, ни по матери. Ты видишь состояние твоей бабушки. Ведет себя, как явно бесноватая. Боится храма только демон. Ты не пришел ни разу к ней. Мы бы отдельно побеседовали с ней. Мы бы отдельно побеседовали. Ни разу. При мне сейчас скажу, что мешает нашему сближению. При мне сейчас скажите, что мешает нашему сближению. Но у меня нет претензий. За то время, как приехали, нигде я вас не оклеветал перед чужими людьми. Ваш авторитет не подорвал? Нет. Ваших детей от вас не оттолкнул? Нет, нет. Ты не можешь сказать, что ты разочаровался во мне, что... Какого знал, с кем мы пасли коров? Нет. Я очень благодарен вам. Я всем об этом говорю в глаза и наедине, когда бываем. У тебя есть хоть немного доверия ко мне? Да, я знаю, что вы меня очень любите, и поэтому это рождает доверие и любовь. Все на дело Божие. И в конце концов Бог обильно излил на меня вот эти благословения. Не забывай мой возраст к 70 годам. А у меня ничего не уменьшается. Ни в памяти, ни в энергии. И все это поражает. Это благодать Божия. А благодать-то она ищет ревностных. А я ревность свою направил на заработок. Зарабатывать. Заработать. На трех-четырех работах всегда работал. И в ночную смену. И все, что заработаю, как говорится, на дело революции. Но дело на дело Божие. Отец Александр, не обижаешься? Нет, нет. Благодарю. Игорь Дыбунов. Приехал я к Лузину. Привык, что все кипит вокруг, все кружится. А у него как логово дракона какое-то. Все темное такое, все сумрачное или колдовское, как шаманский вертеп какой-то. За стол сел и такой начал неспешный разговор. У меня все кипит. Какой тут неспешный разговор. Ну, думаю, ладно. Я утишился, помолился еще. Ни молитвы, ничего этого нет. Понятия даже нет. За стол сел только. Она подает ему, эта девочка вокруг крутится. Я сел, сидел-сидел. Я ничего не могу сказать. И начал беседу неспешную. А я сразу раз и разговор переключился, что главное исполнение законов. Это исполнение закона «Любовь» написано. Я говорю, допустим, женщина в штанах, а она должна в юбке ходить. Второзаконие 22.5. Он на меня как взглянул, как святые пишут, когда демон в обличье приходит, а потом, когда его разоблачают, у него огненный взгляд такой, прямо адский. Он на меня как поднял глаза и раз на девчонку. А девчонка как стояла, что-то наливала и на меня так смотрит. Она ничего, девчонка, не знает. Куда-то убежала. И он... Ты как смеешь здесь, в моем присутствии, это говорить? Я понял. Все, рога растут. Я думаю, я уже ничего не сделаю. Я попал в логовище. Теперь только одно. Как познакомиться со всеми, кого этот дракон сожрал уже, чтобы хотя бы кому-то сказать слово истины. И в этот самый момент, когда я не знаю, что делать, выходит девчонка, сережки уже сбросила, надела платок в юбке длины. Он как стоял, изумление у него, сидит, у него такие глаза. А я только пять минут нахожусь в этом доме. А у девчонки душа тянется, как и у твоей Кати, то же самое. Я вот сейчас смотрю на нее одинаково, как у всех пятнадцатилетних. Игнатий Лапкин Катя вчера приехала. Разрез на платье. Ты знал про это? Отец Александр. Да, мы искали, что надеть, но не могли найти. Как же ты посмел ее ко мне во двор заводить? Ты же знаешь мое отношение к этому. Во двор я запрещаю даже заводить таких. Сегодня сказал, чтобы там зашило. Удели из этих бензиновых денег ей три рубля на платье. Отец, не жмись. Когда твоя матушка пришла с разрезом на платье, я сказал, она побежала переодеваться. Ты помнишь? Нет. Когда у Раисы Юльевны собирались в том доме, где Калашников был. Я сказал, а матушка твоя пришла с разрезом на платье. У тебя мирской дух гуляет в доме. Отец, это твоя матушка Елена или нет? Ну, моя. Разрез на ее юбке. Разрез на ее юбке. Ну, она не подумала. Да как не подумала? Ты бы в дом не пустил. Изрубил на мелкие части эту юбку. Пустил ее на веретежки половики ткать. И Катя сегодня приезжает на сегодняшний день именно так, с разрезом. Великий или малый, какая разница-то? Ко мне хода сюда нет. Запомните. Сидите со своими разрезами, пока башку дьявол не отрежет. Игорь Добунов. Дальше я начал о книгах разговаривать с Александром Лузиным. Поужинали, начал книги доставать. А у меня коробка, как я дотащился, четыре коробки были, полные книг. Вот большие, из-под магнитофона которые. Но я не знаю, наверное, штук шестьдесят или восемьдесят. Это я все на себе пер. Ну, у меня хорошо, друзья в Красноярске помогли. Перед ним книги раскрываю, говорю, вот у нас, видите, Новый Завет. Вижу взгляд потухший. Но я уже все сразу определил. Опыт сын ошибок трудных. Ну, что говорить? Рядом с Игнатием Тихоновичем. Я сразу внутри все анализирую, анализирую. Что делать? Я понял, что надо прижаться просто и до конца все рассказать ему. Что у меня есть. А там будь что будет. И вот, когда начали говорить о книгах, он сразу все книги отмел. Все до одной. Даже симфонию на жития святых. А я говорю, что эта книга вообще уж супер нейтральная. Туда же ее в печку. Шариков, образно говоря. Ну, а этот Новый Завет. Ну, ладно. Но он не понял, что там комментарии. Он видит толкование Фефилакта Болгарского. Все. А там немножко маленькие буквы с комментариями на Слово Божие. И когда он развернул, потом мне рассказали уже Наташи, рассказали уже наши братья Татьяна и Николай Иванковы. Смотрят, а там Игнатия Тихоновича инициалы. И сразу пастыри не учат Слово Божие. Закон не знают Христов. Канона не знают. А это все к нему, прямо ему в сердце. И он сразу берет трехтомник. И тут же там у него научные деятели, какие-то есть историки. И он им... Тут такая хорошая книжка есть. Мне привезли. И он эту книжку тут же... Только он мне отдал деньги за нее. 450 рублей. Он тут же за 500 кому-то ее уже отдал. В этот же вечер уже успел. Ну, ему 500 рублей ничего не значит. А тут же эту книгу берет. И тут же эту книгу берет. Начинает читать. И у него воображение поражено, что вокруг делается. Глаза начинают открываться. Первый день человек читает книгу эту. Отец Александр Лузин – это волк в овечьей шкуре. У него все на этих девочках зациклено. Эти девочки как бы пропуск его в царство небесное. Он так сказал – сироту защищай. Он этих сирот взял, как будто иеромонах где-то сирот защищать дали. Иеромонахом где-то сирот защищать дали сирот. И он общину не видит. Вообще не только прошли богослужения кое-как, как попало. И он сразу – все, все, уходите. Все ушли. Вот он с этими девочками остался. И вот что он там с этими девочками делает. И вот что он там с этими девочками делает. Близко никого не допускает. Занятий никаких нет. Ради меня один раз устроили и то это фарс, когда на этих занятиях он меня затыкал. Потом в конечном итоге, когда я стал разговаривать о крещении, женщина задала вопрос. Вот у меня, говорит, дочка пятидесятницы. Она говорит – мама, вот у вас почему-то так, а у нас вот крестят полным погружением, а у вас вот мочением. Я говорю – да это все понятно. Достаю тут тут же материал к истинному крещению. Видите, вот в книге это к истинному православию хорошо описывается. Говорю – это потому, что это обыкновенный обман. Как он поднялся, так здесь в храме моем, в моем присутствии, чтобы никогда этого больше не произносил, ты слышишь? И такой повелитель, я знаю, какой он повелитель, не надо рассказывать мне сказки про него, про этого дракона. Дракон может только повелевать. Он Христу сказал на горе – поклонись мне, поклонись мне. Вот так было сказано Христу. Христу, а тебе сказать это или мне, ему ничего не стоит, как он это говорит. И попытались Татьяна с Николаем вмешаться, но это же занятие, всем интересно и охота знать. Люди собрались, как путни называются, собрались. Он же сказал – занятия будут. Обман везде, фикция одна. Я звоню – Игнатий Тихонович, что делать? Он говорит – ну, делай по варианту С. У нас были разные варианты, когда я туда приеду. И последний вариант, он говорит, что если там ничего не будет, и священник тебя будет угнать, то значит сам начинай проповедовать по городу. И этот самый первый вариант, я думал, может постепенное развитие событий, как Ленин говорил, а потом не постепенно, не постепенно, а сразу диктатура пролетариата, и все, захватываем телеграф, почту. И у меня-то то же самое. Николай с Татьяной мне сильно помогли. Вышли мы на проповедь, ходили по городу, начали проповедовать. Нам осталось там одно, чтобы общину создать. Конечно, надо было идти, как Игнат Тихонович сказал. Иди по университетам везде. Мы бы до этого дошли, если бы я там остался. Меня баптисты там и пятидесятники теплее встретили, чем православные. Игнатий Лапкин И вы ни разу за все эти годы, которые были здесь, вы ни разу не сказали, а можно я приеду к пятнице? Ведь не так далеко, а ты не приезжаешь. Для тебя время ничего не значит. Ты по неделе дома отсутствуешь. Ты не выбрал ни разу поучиться. Ты не выбрал ни разу поучиться надо. А можно в воскресенье я с вашими ребятами похожу? То есть, то, что сказали Андрей с Володей. Ты этого ни разу не сказал. Тебе это не нужно. Ты понимаешь, нет, что тебе... Понимаешь, нет, что тебе надо просить у Бога духовного рождения, чтобы душа твоя воспламенилась. Отец Александр. Хотел сказать что-то, что вы были у нас летом с какого времени? С июня месяца и вот до октября. То есть, проповедь в храме. Проповедей очень много. Я очень благодарен. Проповеди замечательные. Они именно живые, что называется. И для меня лично вот то, что я слышал, мне хватало вот так. Так, я с Игорем там, мы встречались. Это мы все обсуждали, говорили. Но именно размышляли, что как это в жизни. Вот это все применить или молиться об этом нужно. Вы вот говорите, что все это мне нужно. Но ваши проповеди, то, что вы говорите, я полностью воспринимал и принимаю. Поэтому для меня это все в сердце складывалось. Мне этим складывалось. Мне. Я этим жил и живу. Игнатий Лапкин. Ты сам должен кормить этим всем. Когда уйдут все, скажи, ребята, послушайте, я Назарию, младенцу, начну говорить. Обращай Назария в веру. Ты получишь за детей награду большую, большую, если ты доведешь их до Царства Небесного. Ты большое поражение за детей получишь, если не доведешь до Царства Небесного. Или сломал хребет себе. Ты доездишься, что хребет сломаешь. Сиди дома, прижмись. У тебя виноградник в доме. Пропалывай его. Он желает лучшего. Ты знаешь, нынче какую беду твоя дочь Катя устроила из-за этого звонка в лагере и прочее. Да-да. Занимайся. Зашли детей... Зашли дети твои в лагерь. У меня все перекуростали, переломали. Ты это знаешь? Тебе надо работать и работать. Они учиться не хотят. Надежда Васильевна занимается с ними. И у них нет тяги к обучению. Не дурные ребята, хорошие. А нет желания учиться. Игорь Третьяков. Я знаком с отцом Александром Желтухиным. И я согласен с тем, что вы говорите. Я отца Лузина не знаю, но доверяю духовному опыту Игоря. А не могу как бы сомневаться в нем. Я не могу как бы сомневаться в нем. Потому что были другие случаи, когда отдельно от Игоря я приходил к такому же выводу по одному и тому же человеку. Но я думаю, надо прислушаться к их мнению. И в моей жизни было, что некоторые вопросы я просто не понимал. И принимал на веру советы. Будучи даже четырехлетней давности. Проходило время. Я убеждался, что совет данный тогда четыре года назад срабатывал. И по-настоящему я благодарен, что поступил так. Скажем, отца Александра я полюбил сразу, когда я его увидел. Я просто восхитился, думаю. Человек со мной, как бы мы с ним даже близки очень стали. И начал ходить на проповедь. Помню, и машину предоставил. Братья приехали с Урала, тоже на машине поехали. Мы всей командой поехали на урывку. Я думаю, вот это да. Вот сейчас пойдет возрождение в Потеряевке у нас. А когда отец Александр начал какие-то протестантские мнения высказывать, да и вообще другие начались трудности с ним. Я как бы разочаровался даже. Даже не разочаровался, а поскорбел. У меня скорбь такая возникла. Думаю, надо же, а. Бывают другие люди, вот засыхают и ничего не делают. А тут человек ревностный и совсем в другую сторону пошел. Я очень люблю отца Александра за его простоту, за открытость. Он открытый человек. И даже хоть и говорится, что он, мне кажется, он даже не обидчивый, а, простите за выражение, глуповат. Я не хочу сказать это не в обиду, а именно, что священник должен быть немножко мудрее. А вот эта простофильность, даже не глупость, а простофильность, вроде бы читает книги. У меня вот такой скорости чтения нет. А меньше прочел, ну, я меньше прочел, но вдумчивости нет. Видимо, как-то поверхностно прочитано все. Я прочитал и поставил. А надо вдумываться. Я где-то вот рассказ читал еще в детстве, как один мальчик был полиглот, и учительница говорит, да ты не глотай книги, ты их пережевывай. Так вот, я совет хочу дать, чтобы пережевывать, останавливаться и прислушиваться к духовным советам. А если есть какая-то тяга к тем людям, надо ее обрезать. В моей жизни было так, что я буквально со слезами рвал отношения с некоторыми людьми, но в будущем сейчас уже не жалею. Эти люди были бездуховные, и меня бы они потянули совсем в другую сторону. Игнатий Лапкин Отец Александр, Игорь Третьяков сейчас как раз это и сказал. У вас слабое развитие. Вы когда пришли сюда, то, услышав вашу речь, я сказал, что вы глотаете слова. Я вам говорил об этом? Да. А это большое поприще, много времени потребует. Сидя в машине, гоняя, ты ничему не научишься. У тебя остатки мозгов растрясаются. Вот эта глуповатость, простофильность, которую Игорь выразил, она в вас просто сквозная. Как только ближе ознакомишься и сразу видишь, не развивается. Засушил все. Ты должен изо дня в день, из веры в веру переходить. Ты должен рваться вперед. У тебя нет этого. Понимаешь, вот прочитал поверхностно. Прочитал, поставил, как Николай Киличков. Да, он прочитал Библию, он читал, как газету. И выводы не делает, размышления нет. Ни с одним размышлением не пришел. А как это? Духовный вопрос. А как на это смотреть? Какие вопросы ты епископу задавал в последние годы, тоже я не могу сказать. Батюшке что задавал? Нет. А я прочитал где-то. А спроси дальше. Да я как-то не знаю. Да я давно читал, забыл. Мне кто-то написал. Я читал четвертый том. Мгновенно дела оставляю. Я сразу снимаю с полки, начинаю высчитывать. На чем он мог остановиться? Зная этого человека, быстренько пробегаю книгу. Да вот примерно на этом. Гляжу точно так. Кто бы не написал про какой том, тот. Том я сразу с полки срываю, начинаю опять им заниматься. А прежде чем издать, я семь раз его переписывал, семь раз проверял. Марина проверит. После нее все найденные ошибки я устраняю. И несмотря на это, все время надо к книгам возвращаться. Так ты не забывай, у меня ни одного ребенка нет, а у тебя семеро. У тебя есть и свиньи. Тебе надо время выгадывать. А ты свободно отмахнул хозяйство и рванул. Больше ты, Женька, во дворе, чем ты. Ты не видишь. Это развитие твое, что ты не видишь. Ты слепой. Ты должен все это видеть, по полочкам разложить давным-давно. Зачем я тебе говорю про твою душу, когда твоя душа это? Прошлый раз только поговорили, а ты на следующий день маханул, и опять тебя нет. Понимаешь, ты бесчувственный к своему положению. Ты сам должен был это чувствовать. Отец Александр. Игнатий Тихонович, вы вот настолько открываете, думаете, готовитесь к встрече, и слава Богу. Я вот завидую вашему таланту и работоспособности и так далее. Как батюшка сказал, пиджак Игнатия Тихоновича – это только его пиджак. То есть, это вам только носить. Игнатий Лапкин. Да как у тебя будет развитие-то? Я ведь иду, допустим, до Ленинского проспекта, и в это время говорю мысленно проповедь. И непрерывно это делаю. А это можно разве так делать? Я все время как бы разговариваю на два фронта. Сейчас с вами разговариваю, и разговор трудный. А если я с вами разговариваю, и разговор легкий, то в это время параллельно я еще на одном канале работаю. Иногда бывает, я на трех каналах работаю сразу, чтобы встречу подготавливать. У меня сейчас накопились конспекты, мне надо обработать. Я разговариваю с вами, а сам там. И ты видишь состояние дочери твоей, Кати, недуховное совсем. Я не говорю про сына твоего, Женю, над которым надо работать. Он совсем на стороне. Но и с каждым ребенком. У тебя к каждому должен быть подход. У тебя же ничего нет. Родился, кормишь, как поросят каких-то, держишь их. У тебя дома церковь домашняя. А с женой-то тебе сколько надо работать? Ее-то состояние никакое. Это явно, что тайной глубокой огненной молитвы нет. Ты меня не убеждай, что есть. Для правила еще как-то будешь стоять. Чтобы в одно время всем рано вставать, на это нет вас. Из детей-то в лагере ни одного ребенка вашего не было. А если бы бесплатно? Бесплатно бы отдали. Ты бы на бензин-то не жег. А всего-то тысяча рублей в месяц нужно было за ребенка. Ты на бензиновую колонку оставишь, а на детей-то лицемер окаянный не дашь. И ты говоришь, чем заниматься? Лишь бы из дома убежать. Твоя семья как будто чужая тебе семья. Пришел, переспал с женой. Она зачала и все. Петух выполнил свое назначение и побежал дальше. Какой же ты священник-то? Сегодня ты опасный. Тебя даже близко нельзя подпускать, руководить общиной. Ты не думаешь, что меня, батюшки, не будет, и ты в раз священником будешь у нас. Ваше пребывание здесь – совершенно напрасная трата времени, если такая мысль есть – разрушить общину. Божьей Матери не касайся пальцем. А Божьей Матери языком больше не говори нигде. Не касайся. Ты можешь единственное говорить, Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас. Я через это подтаскиваю людей к Высшему. А люди поняли, что ты разрушитель, разрушаешь. Отец Александр. Да, испугались, смеется. Игнатий Лапкин. Так я собака, но ты решил мне подражать, а у тебя волчий хвост торчит. Я охраняю и все понимаю это, а ты те же слова повторяешь, но из тебя волчатиной запахло. Вот в чем дело. 5 апреля 2006 года. Отец Аким сообщил, что вчера наш архиерей, владыка Евтихий Курочкин, запретил в служении Лузина Александра и Желтухина Александра. И послал им письменное уведомление о том 17 мая 2006 года. Желтухины из Потеряевки уехали в Мереть. Мереть. Когда уезжали в Грецию Плотниковы, то они в каждый дом зашли попрощаться, устроили прощальный обед. Всех просили молиться за них. И сейчас с ними очень хорошо переписываемся. Этот же уехал, как беглец, не попрощавшись. Живое слово, спаянное с писаным, в единый обоюдоострый меч. Разило дьявола одним своим написано, и тот не смог сломить живую речь. Написано, 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 как власть имеющий Сын Божий отвечал. Он сам был словом и врагом испытанный, пошел на крест с победою в очах. По слову Божьему свершилось искупление, по слову Божьему грех мира был на нем. Голгофа увенчалась воскресением, и Дух Святой сошел с небес огнем. Исследуйте священные писания, они о мне свидетельствуют вам. В них сила, в них для грешных оправдания, в них щиты шлем и меч в отпор врагам. Водою слово Бог дает напиться нам, и хлебом слово кормит чад своих. Могучим словом Божиим написано, к борьбе со злом вооружает их. Живое слово, спаянное с письменным, вселилось в нас, рожденных от Него. Мы повторяем за Христом, написано, и рушится твердыня у врагов. Вера Кушнир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok